Владивосток готовится к тотальному диктанту. Бесплатные курсы по подготовке к диктанту начинаются сразу в двух библиотеках города. Библиотека БУК и Центральная библиотека имени Чехова примут всех желающих вспомнить правила и написать диктант на отлично. О старте подготовительных курсов уже объявили университеты города, ДВФУ и ВГУЭС. Задача этих занятий в том, чтобы подготовиться к тотальному диктанту. Там будут разбираться правила, специфические, писаться мини-диктанты по текстам Андрея Геласимова, который автор этого года. И все желающие, все, кто будет на эти курсы ходить, посещение бесплатное и свободное, смогут лучше написать диктант наверняка, потому что именно те правила, которые будут встречаться в тексте тотального диктанта 4 апреля, именно их и будут повторять на подготовительных курсах. В библиотеке БУК занятия начнутся 5 марта и будут проходить каждый четверг в 7 вечера. Занятия в Центральной библиотеке имени Чехова начнутся 6 марта и будут проходить каждую пятницу также в 7 вечера. Напомним, Владивосток в девятый раз присоединится к международной акции, которая пройдет 4 апреля в сотнях городов по всему миру. Каждый желающий сможет добровольно написать диктант, проверить свой уровень грамотности и получить консультацию филологов. Автором текста «Тотального диктанта-2020» стал российский писатель Андрей Геласимов. Дмитрий Беломестов, Денис Падеев, Новости на Восьмом. С началом весны в России вступил в силу ряд новых законов. Так, с 1 марта разрешено ввозить в страну некоторые незарегистрированные лекарственные препараты, которые необходимы для оказания медицинской помощи конкретным пациентам. Теперь все российские интернет-провайдеры обязаны перестать тарифицировать трафик при посещении сайтов российских органов власти и портала Госуслуг. Также с 1 марта производители пока в добровольном порядке будут маркировать обувь электронным чипом. При продаже такие марки будут сканироваться и фиксироваться в чеке. Со 2 марта сотрудники подразделений транспортной безопасности могут применять против нарушителей общественного порядка электрошокеры. Появился в России и новый ГОСТ. Он подразумевает, что старые и раритетные автомобили для получения паспорта транспортного средства отныне должны будут проходить специальную экспертизу. Всемирная организация здравоохранения выявила более тысячи новых случаев заражения коронавирусом за пределами Китая. Общее число заразившихся составило более 7 тысяч человек, сообщает РИА Новости. В отчете, опубликованном на сайте организации, говорится, что заражение коронавирусом вне Китая зафиксировано уже в 58 странах. Вирус проник еще в 5 стран – Азербайджан, Эквадор, Ирландию, Макао и Катар. По последним данным ВОЗ, число зараженных в материковом Китае составляет 80 тысяч человек. Скончались более 2 тысяч. Общее число заразившихся коронавирусом по всему миру составляет 87 тысяч человек. Китайские студенты, которые обучаются в Дальневосточном федеральном университете, переведены на дистанционное обучение из-за закрытой границы, сообщила прислужба учреждения. Напомню, российские власти продлили ограничительные меры до 1 апреля. С 1 марта частично приостановлено и авиасообщение с Южной Кореи. Летать туда будут только Аэрофлот и Аврора. Сейчас 760 китайских студентов, которые находятся дома, переведены на индивидуальные учебные графики. Для этого преподаватели ДВФУ переформатируют образовательные курсы. Все студенты, кроме трех человек, с которыми не удалось связаться, дали свое согласие. Также в университете обучаются 123 студента из Республики Корея практически. Все из них приступили к занятиям после каникул. Между тем, китайцы напугали жителей Владивостока необычным обрядом. Они его проводили утром 29 февраля на спортивное набережное города, сообщает информагентство ВладНьюз со ссылкой на социальные сети. Как объяснили очевидцы, на льду стоял гроб. С самого утра порядка 20 китайских граждан никого не подпускали к месту проведения ритуала. Гроб был пустым, а вокруг него были расставлены венки и лежал деревянный крест. Необычный обряд привел в недоумение жителей и гостей города. В социальных сетях комментаторы предположили, что именно так граждане Поднебесной провожали все плохое и хоронили коронавирус. Весьма необычным образом проводили и зиму в Михайловском районе Приморья. Днем 29 февраля во время празднования Масленицы на центральной площади села Михайловка на экране показали видео порнографического содержания. Сделано это было путем удаленного доступа с помощью интернета, сообщила пресс-служба ОМВД по Приморью. Полицейским удалось задержать молодого человека, который устроил данный показ. Он доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. Злоумышленником оказался житель села Михайловка, 2001 год рождения. Ранее Приморец занимал должность светооператора районного дома культуры. Его уволили в декабре 2019 года за недобросовестное выполнение должностных обязанностей. Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет. Настоящими зимними забавами и гуляниями отпраздновали Масленицу на центральной площади Владивостока, а также в парке культуры и отдыха имени Лозо. В центре города работала праздничная ярмарка. В 13 часов на площади начали работу более 20 локальных площадок. В этом году особенно много конкурсов для детей. Заплетание кос масленицы, конкурс песен, эстафета с бабой Егой, метание валенок. Также зрителей звали принять участие в беге в мешках, перетягивании каната, битве подушками и командной эстафете. Самые смелые забрались на масленичный столб за подарками. Жители гостей Владивостока с праздником весны поздравили народные артисты, работали тематические фотозоны. В завершении праздника по традиции прошло сожжение чучела. В Приморье в самый редкий зимний день родились 16 малышей. 9 девочек и 7 мальчиков в субботу 29 февраля стали долгожданным прибавлением в нескольких семьях, сообщает пресс-служба краевого правительства. Лидером по новорожденным стал роддом номер 4. В нем на свет появились 2 мальчика и 3 девочки. Сразу за ним идет перинатальный центр. Здесь 4 малыша, 3 мальчика и 1 девочка. Бронзу по количеству появившихся поделили роддом краевой больницы номер 1 и роддом номер 3, по 3 новорожденных. Отмечу, 29 февраля бывает только раз в 4 года. Как правило, малыши, рожденные в этот день, уже став взрослыми, отмечают появление на свет 1 марта. Первый месяц весны, по предварительному прогнозу синоптиков прим-гидрометов, Приморья ожидается теплее, чем обычно. Осадков выпадет меньше. В марте средняя месячная температура воздуха составит от минус 2 до минус 7 градусов. На южном побережье она будет на 1-2 градуса выше средних многолетних значений, около 0. На большей части Приморья за месяц осадков выпадет меньше или около среднего многолетнего количества. Однако зима пока еще не уступает своих прав. В середине недели во Владивостоке снова может пойти небольшой снег. Как ранее сообщалось, циклон будет проходить над Японским морем 4 марта. Он может задеть и Приморский край. Необычный инцидент произошел с дорожной техникой во Владивостоке. В социальных сетях были опубликованы кадры, на которых водитель данной техники, встретивший на пути косулю, стал догонять животное и сигналить. Видеозапись увидели в городской администрации и руководстве муниципального предприятия содержания городских территорий, провели внутреннюю проверку – водитель уволен. На муниципальном предприятии добавили, что уже началось проведение инструктажа для всех сотрудников. Отмечается, что при появлении на дороге диких животных водители техники должны не пугать зверей, а помочь вернуться в лес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова